В Розаевке жители одной из улиц бьют тревогу к их дому. Не может подъехать ни скорая, ни пожарная, ни даже такси. Всего миной отсутствие дороги. Живя практически в центре города, люди буквально отрезаны от инфраструктуры. И только власти этого видеть не хотят в упор. Улица Некрасова на полтора километра протянулась в частном секторе близ центра Розаевки. Вот так здесь выглядит дорога. Вернее, ее полное отсутствие. Карета скорой помощи сюда проехать не может. Машина останавливается на краю улицы. И даже не каждый таксист соглашается заезжать сюда. Вот по поводу такси. Я сейчас лично сама с работы вызывала три службы. И ни один, кроме одной службы, не довезли меня досюда. Они говорят, у вас ужасная дорога. Мы проехались по ней на авто одного из жителей этой улицы. Решили рискнуть и на своем опыте узнать, как это – то биться головой о крышу, то ударяться плечом о дверь. Со слов водителя, на дороге он разбил не одну машину. Пока другие улицы города власти добросовестно приводят в порядок. Я вот лично обращалась к Нин Васильевне и Няткиной неоднократно. Приезжали они к нам осенью, видели сами, своими глазами, какая у нас дорога. Они нас призывали заключить договора с чистым городом, чтобы убирать мусор. Я тоже проводила работу, заключали договора. Но дороги, как видите, нет. Жильцы неоднократно обращались к властям, жалобы принимали, писали формальные ответы и даже устанавливали конкретные сроки. Однако с 2013 года подвижек не было. Позже отчаявшихся людей и вовсе перестали пускать в администрацию. Сначала нас заставляли писать заявление по благоустройству, по вывезу мусора. Написали, обещали. Но почему-то с плана нашу улицу сняли, а сделали соседнюю улицу. И все обещают. А толку никакого. Люди своими силами пытались улучшить свое положение. Засыпали в ямы щебень и песок. Однако за считанные недели все старания стираются в пыль. А к осени и вовсе дорога превращается в болото. У жителей опускаются руки. Сколько еще заявлений нужно подать? Какое количество автомобилей придет негодность? Как без сбитых колен и резиновых сапог здесь гулять детям? И почему же на улице с поэтическим названием власть махнула рукой? Татьяна Дюфур, Валерий Балаев. Наши новости. Розаевка.